Всем привет! С вами Ирина и канал My DIY Life. Сегодня мы снова отправимся с вами в небольшое ботаническое путешествие и я покажу вам пражский ботанический сад, который расположен недалеко от знаменитого зоопарка Праги и замка Троя. Планы по созданию в Праге полноценного зоологического и ботанического сада возникли еще в начале 20 века, когда меценат Алоис Свободы передал в дар чехословацкому государству обширные территории, включая Тройский замок, при условии, что они будут использоваться в просветительских целях. Самая старая часть сада – так называемые орнаментальные сады. На огромном газоне стоят деревянные шезлонги, на которых можно полежать и отдохнуть, но при желании можно расположиться и прямо на травке, здесь это не возбраняется. Вокруг газона клумба с многолетниками, как цветущими, так и декоративно-листными. Перед японским садом, о котором я уже рассказывала, расположился очаровательный декоративный аптекарский огород, где даже самый обычный репчатый лук выглядит словно что-то декоративное. Огрядки окружает самый настоящий плетень, хотя и очень низенький. Огородик мне очень понравился. На мой взгляд, прямо идеальный баланс между функциональностью и декоративностью. Здесь растут в основном пряные травы. На территории сада расставлены вот такие гамачки. Если вы устанете, гуляя по склонам, то можно вот так вот прилечь, отдохнуть и покачаться на гамаке. Слева от входа расположена небольшая бамбуковая роща. Здесь собрана коллекция выносливых видов бамбука, которые зимуют в чешском климате. Этот кусочек сада немного перекликается с японским по стилю. Бамбуки, сухой ручей, небольшая беседка в зарослях, а клумбы более лаконичные, в основном с декоративно-листными многолетниками, травами и хостами. Есть и небольшой прудик со странной скульптурой. Кстати, посмотрите, это волжанка или арункус. Видите, карликовый вид, в отличие от обычного арункуса, который мы привыкли видеть огромным кустом выше человеческого роста. Здесь вот такие карликовые кустики, очень красивые. Для редких и нежных видов альпийских растений в саду выстроена небольшая теплица. Рядом с альпийской теплицей собрана коллекция почвопокровных растений и любителей засушливого климата. Еще одна большая достопримечательность ботанического сада – это виноградники Святой Клары. Им более восьми веков. Здесь есть небольшая выставка. Можно посетить подвалы настоящей винодельни и продегустировать и купить местное вино. Но мы внутрь не заходили. А вот здесь, смотрите, очень старый способ сажать виноград. Видите, в каждом ряду винограда высажен куст розы. Это на самом деле сделано не для красоты. Дело в том, что у розы и у винограда одинаковые заболевания. И как только куст розы заболевает, садовод видит, что заболевание распространяется, а значит, виноград пора опрыскивать фунгицидом от болезней. И вот здесь, видите, у каждого ряда растет куст розы в качестве индикатора. Позади японского сада царство хвойных. Не зря Чехию называют хвойным раем. Ели, пихты, сосны и множество более экзотических видов хвойных здесь просто роскошны. Наверняка многие из вас видели в продаже еля птуса коника. Возможно, кто-то даже покупал. Она у нас очень сильно горит на солнце. А здесь, посмотрите, как шикарно она смотрится. У меня плотненькие-плотненькие иголочки. Нежные-нежные. Видно, что только распустились. А вот эта совсем молоденькая. В противоположной части ботанического сада место, которое стоит непременно посетить. Здесь так называемая пионовая поляна и коллекция ирисов. И пионы здесь просто потрясающие. Пойдемте смотреть. Здесь собрана коллекция и древовидных, и травянистых пионов. Но, конечно, сейчас цветут в основном древовидные и видовые. Только посмотрите, какие красивые цветы. Пионы здесь всех цветов радуги. И махровые, и полумахровые. И над всей поляной стоит совершенно невообразимый аромат. Травянистые кусты пока все в бутонах. В центре поляны кусты растут просто на газоне. И, как видите, здесь по газону везде можно ходить. Любоваться цветами. Даже устраивать пикники. А вот этот, смотрите, какой красавец. Темно-темно-бордовый. Камера, к сожалению, немножко более красным его делает. Но на самом деле он прямо пурпурный. Площадь поляны, как видите, достаточно большая. И кустов здесь высажено, мне кажется, более ста. Вот, кстати, очень интересно. Смотрите, пион на штамбе. Еще покажу вам немножко не пионов. Здесь по всей территории высажены магнолии. Посмотрите, какие красивые цветки. Вот этот перелив от нежно-розового к более темному. Он, конечно, потрясающе красивый. Смотрите, какой потрясающий цвет. Практически ярко-красный. Вы только посмотрите, какого размера цветки достигают у древовидных пионов. Он размером, мне кажется, с мою голову почти. Огромнейшие цветки, конечно, впечатление производит совершенно неизгладимое. И сам куст ростом мне по грудь. Это значит больше метра высотой. Шикарнейшие совершенно кусты. И цветки, конечно, потрясающе красивые. Те кусты, которые растут на газоне, конечно, на солнце имеют самую гармоничную форму. Видите, куст округлый. Со всех сторон покрыт цветами. И смотрятся необыкновенно красивые. Вот именно на газоне очень мне нравятся. Рядом с пионовой поляной расположилась огромная клумба с коллекцией ирисов. Ирисы, конечно, еще не все зацвели. Но даже те, что есть, очень красивые. Они здесь разных размеров. Есть карликовые сорта, есть повыше. Коллекция, насколько я знаю, одна из крупнейших в Чехии. По-чешски ирисы называются касатики. Так же, как и у нас. Смотрите, какой красавец. А здесь очаровательнейшие карликовые сорта. Смотрите, этот называется манки, то есть обезьянка. У него очень красивая контрастная бородка. Сам ирис такого кофейно-коричневого цвета. Оборотка, видите, у него голубая. И весь этот малыш ростом не больше 20 сантиметров, мне кажется. Просто очаровашка. Крупноцветковые сорта в основном еще пока не цветут. Но видно, что их тут будет очень большое количество. Любители кактусов могут здесь прогуляться по экспозиции североамериканских пустынь и прерий. Ну, а я предпочла пустыням болота. Итак, растение болот. Болото здесь выглядит в исполнении местным довольно странно. Вот такая клумба ограниченная. Стволами деревьев. И здесь просто полузатопленная почва. И на краю вот этой болотистой клумбы прузик с важными болотистыми растениями. И неподалеку от болот еще одна экспозиция, которую я не могла вам не показать. Это теневой сад, где собрана шикарная коллекция гейхер и гейхерел. Я небольшой укзнаток, но сорта, которые здесь растут, поразили мое воображение. Здесь действительно понимаешь, что декоративно-листный сад может быть не менее красочным, чем цветущий. Это сорт тирамису. Это сорт тирамису. Алабама санрайз. Очень красивый сорт. Листья лимонно-желтые с такими вот красивыми бордовыми жилками. Это сорт Кассандра. Она достаточно высокорослая и форма листиков уже отличается. Еще одна гейхерелла Солар Пауэр. У нее уже прожилки такие чуть-чуть в точечку. Листья получаются немножко пятнистые. Электрик лайм. Лимонно-желтенькая. Тоже достаточно крупная. Это карамель. Очень эффектно смотрится. И, по-моему, достаточно распространенный сорт. Очень красивая, яркая стоплайт. Лимонно-желтая. С бордовыми жилками. Вот и закончилась наша прогулка. Если окажетесь в Праге, непременно посетите этот красивейший сад. Даже если вы не садовод, уверенно получите огромное удовольствие. Просто гуляя здесь и наслаждаясь чудесными видами. Ну, а на сегодня все. Всех пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!